Пам-пам-пам, приветствую. В общем, понадобились мне гусеницы. И пока ко мне едет катушка термо-полиуретана для принтера, решил потрогать один способ из интернета. Мы умешаем обычный силиконовый герметик с крахмалом или водой, прессуем форму и что-то дополучаем. Правда так обычно шины для RC моделек делают, но так как выглядело это все довольно забавно, почему бы не попробовать. Сделаем и шины и гусеницы. Первым делом слепим форму. Самым простым способом будет их напечатать, а для этого сначала нужно их нарисовать. Начнем с шины. Для проектирования я использую Fusion 360, так как у него есть бесплатная версия. Тянем бабушку и скругляем ее. Это будет основа нашей шины. А дальше надо разобраться с протектором. Спустя 10 минут поиска картинок без авторских прав, я забил на это дело и пошел сам сфоткал рандомное колесо. Вставляем полученную картинку и растягиваем ее. Срисовываем эскиз. И вытягиваем его от поверхности нашей шины. Теперь просто размножаем его и получаем шину. А теперь резонный вопрос, а как собственно сделать форму? Для этого вытягиваем бабушку, как новое тело, размером чуть больше шины. Вырезаем из этой бабушки тело шину. Плюс режем ее на две части. Тадам! Форма готова. Ну и еще желательно сделать ушки, которые будут ее стягивать. Ну и также отверстия для выхода воздуха. Ну и печатаем. С гусеницами тот же процесс. Рисуем гусеницы. Тянем форму и вырезаем из нее тело. Плюс делаем ушки. Ну и печатаем. Ссылка на STL файл моделей, что я рисовал, будет в описании. Дальше купил самый дешманский кислотный силиконовый герметик. Он белый, а гусеницы нужны черные. А интернет на этот счет говорит использовать тоннер для принтера. Но так как тема этого ролика всратность как стиль жизни, поэтому будем придерживаться ее до конца. Используем обычный древесный уголь, лоуп. Перетрем его до порошкообразного состояния. Я бы даже сказал пылеобразного. Если у вас не получается растереть уголь, то лучше используйте тоннер. Выдавливаем герметик в тазик. Засыпаем углем и мешаем, пока не выйдет нужный цвет. Главное не переборщить, иначе потом силикон будет крошиться. Мешаем все это дело до состояния народной каши. Искать крахмал было откровенно влом. Поэтому буду использовать обычную воду из под крана. Льем ее в тазик и мешаем. Без воды или крахмала велик шанс, что ваше изделие, если оно большое, не застынет. Так кислотный герметик отвердевает от контакта с воздухом. Как вода влияет на этот процесс, сказать не возьмусь, т.к. не особо дружу с химией, хотя больше похоже, что это она не дружит со мной. Если же переборщить с водой, то все застынет раньше, чем нужно, что у меня и произошло. Дальше берем форму и размазываем полученную жижу по форме. Ах да, самое главное, что не забыл. Работать с кислотным силиконовым герметиком необходимо исключительно в перчатках и хорошо проветриваемом помещении, желательно вообще на улице, так как ваниша стоит люто, и здоровья это вовсе не прибавляет. Особенно это актуально людям с астмой, дерматитом и прочими заболеваниями. Чтобы так сильно не размазывать герметик, не стоит делать его настолько густым, но я оженул немного. После спрессовывания стягиваем форму винтами и уносим сохнуть на улицу. На целую гусеницу замеса не хватило, к тому же он почти застыл. Значит гусеницы пойдут следующим замесом, а остатками силикона проверю форму. Процесс уж точно не назовешь литьем, да и прессованием это уже перестало быть. Его только размазыванием можно назвать. Спустя ночь достаю форму и снимаю с них лишнее. Силикон не липнет к пыла, а пластику, поэтому проблем с отделением формы быть не должно. Потихоньку вытаскиваем шины из формы. Учитывая, что немного продолбался с замесом, вышло относительно сносно. Так же напечатал диск под шину, с дизайном я особо не парился. Сидит неплохо, даже не скользит. Полипропилен у силикон тоже не липнет и спокойно снимается с тазика, после чего его можно использовать для повторного замеса. Ради чистоты эксперимента я докупил герметика и таки сделал еще две гусеницы. Они уже получились без каких-либо серьезных видимых дефектов. Ну и решил их протестить. Для чего слепил небольшую гусеничную платформу с управлением через блютуз с компьютера. Двигаю к платформу два мотора. С другой стороны колеса установлены на натяжителе гусениц. Сами колеса крутятся на подшипниках. Питается все это дело двумя банками 18650. На борту установлены ардуино нано, блютуз модуль и драйвер двигателей. Надеваем гусеницы. Подтягиваем. И все готово. Ссылку на модели деталей тележки как и на формы оставлю в описании. Ну и в общем как-то так. В целом такой способ получения гусениц и шин однозначно рабочий. Есть некоторые тонкости, например форму для гусениц лучше делай кругу. Ну и так далее. Но несмотря на это даже с первого раза можно получить какой-то приемлемый результат. Буду ли я это повторять? Вероятно нет. Технологический процесс очень геморройный. И не очень полезный. Что сводит к нулю все его плюсы, если таковые и были. Единственный на мой взгляд вариант, когда его можно использовать, это когда нужно что-то срочно слепить, а других расходников нет. Или не хочется сильно заморачиваться. Тогда можно сгонять в ближайший хазмак и купить там силикон. В остальных случаях есть другие технологические процессы.